девочки мальчики любимые мои привет еду еду одна дорогие мои винсент у меня не поехал они как нет говорит не по не поеду я с тобой потому что говорит вы там все по-русски говорите этом буду только сидеть но он прав а потом мы сырой созвонились и даже завтра у меня в россию я такая думаю интересно может ее надо завести в аэропорт и говорю ира тебя в аэропорт завести завтра а я спросила во сколько у тебя самолета нам не сказала ну то есть утром я груди а в аэропорт может завести на готове наташа было бы так классно если ты меня завезла тоже они нужно говорит 8 утра быть в тампе и них одна машина сейчас я у тебя ночевать останусь я утром завезу в аэропорт и поеду домой она говорит боже как бы было здорово я и прошлый раз я также отвезла в этот аэропорт поэтому я еду сегодня с ночевой кире и и провожу как говорится как подруга и она улетит у меня почти на два месяца в россии так что вот едем с вами смотреть танцы до упаду и потом может погуляем по этому месту очень красивое место доктор филлопс я хочу сказать что я могу и я опоздать потому что по выехала я рано но я попала в пробку потому что времени 5 часов вы сами знаете что такое 5 часов вечера в будние дни пятница тем более да всем хочется ехать домой отдыхать я надеюсь что я не опоздаю потому что у меня пока написано что я приезжаю в 5 50 ну в общем едем но не так быстро как хотелось бы айфо то есть а четверка наша вот это интернешнл драйв это очень очень бывает забито до отказа как говорится этими пробками поэтому если сейчас мне удастся я и выезжаю на платную дорогу которую построили у нас кстати на этой интернешнл но это не интернешнл драйв inner state называется inner state неправильно говорю и вот этот вот inner state дорога inner state есть везде везде и мы и 90 айфо и 70 и 75 то есть вот везде я помню в монтане а и было на и помню уже не помню цифру вот и у нас здесь ай-90 есть и у нас есть здесь айфо вот и я сегодня одета в джинсах которые я покупала когда я училась у портного в калифорнии так вот я в этих джинсах они тогда мне были в обтяжечку а сейчас они мне свободно я вот в этой любимой своей кофте и в своем красивом украшении которая снато мне прислала надо посмотреть первый раз одна дело очень красивая хотела дождаться с чем я его одену и вот сейчас надену и вот сейчас я надела значит это украшение вот эту синюю кофту и джинсы и я в черных босоножках на белой платформе вот и сейчас покажу специально себя сняла ну вот так вот выглядит бабушка фалькона опять-то мне пишут этот цвет стали сделал тебя бабушкой не знаю зачем это пишут даже честно говоря после вашего комментария перекрашиваться точно не побегу мало того я сейчас просто балдею вот от этого цвета вот этот цвет он выглядит дорого и он выглядит просто как у голливудская как у голливудской актрисы вот именно этот цвет я всегда искала потом я про него забыла потом я опять его искала но никогда у нас не получался а тут вдруг раз и получился вот только что разговаривала говорю теперь ты обязана мне делать именно только такой цвет она когда я уже поняла сначала год все разрубка разорались на тебя говорит потом сейчас все пишут что как красиво я говорю ну вот потому что я сначала показала было не уложено и конечно все это выглядит по-другому но я просто я считаю что я вообще на высоте сетки цвета поэтому там те кто видят меня бабушкой я на самом деле бабушка уже 14 лет поэтому бабушка это конечно не оскорбительно но те кто пишут и хотят это как говорится в оскорбительном контексте написать тебя сделать тебя сделали старуху и все такое пишут наташа ты не любишь критику если вы девочки те кто пишут вы вышли из парикмахерской и случайно прохожий к вам подходит и говорит слушай ты выглядишь старухой с этой прической как вы отреагируете на на мнение человека которого вы не только не знаете а никогда не видели вот примерно так я реагирую я вас знать не знаю видеть не видела прекрасные комментарии принимаю прекрасно конструктивную критику какую-то мягкую имеющую представление о такте принимаю прекрасно хотя критика которая приближена 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 к оскорблению так вы первые и не примете поэтому пишет одна ты не принимаешь критику через е вы понимаете критику я грудь послушай почитай мою критику ты безграмотно иди в школу прежде чем писать комментарии с критикой как я обожаю обсуждать эти комментарии на самом деле потому что люди которые с критикой приходят с критикой они самые что ни на есть безалаберные безмозговые люди вот честно вам говорю потому что люди с мозгами прекрасно знают что такое критика и что такое сделать мягко абсолютно мягко совет без всяких таких как говорится конфронтации но те кто это даже не знает что это такое абсолютно не умеет даже писать по-русски не умеет писать без ошибок что мне делать с ними девочки что мне с ними делать мне можете сказать что-то с людьми нету так что вы дорогие мои кто пытаются меня как-то обидеть вы для меня просто обычный прохожий полупьяный с каким-то бычком в рту которого я знать не знаю никогда не видела которого видимо жена выгнала из дома и он на мне сорвал злу ну примерно вы так для меня выглядите это ваш выбор ну конечно если вы женщина то вы для меня выглядите ну пьяненькой бабушкой пусть даже тетенькой который может быть нет зуба и в расщелине между зубами тоже пырик вот она значит не расчесывалась три дня и подошла ко мне красивой которая идет из парикмахерской и говорит эй ты выглядишь старой ухой спасибо за то что внимание обратила скажу я и пойду дальше с улыбкой думая о том как же все таки хорошо что я не выгляжу так как это прохожие так по моему мы разогнались и это очень радует очень радует через 20 миль мне нужно будет поворачивать и там уже такого трафика не будет но трафик был очень сильный на той стороне дороги сейчас тоже кстати рассосался даже не рассосался они сейчас на той стороне едут не зная о том что там просто пробка стоит вот не знаю что то мы опять по моему что-то у всех опять красненькие огонечки зажглись неужели мы тоже опять встаем ну-ка 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 блин там по моему тоже трафик по моему опять пробку только разогнались только как говорится ветерок почувствовал и опять попа к попе посмотрите какая прелесть да вот слева вы видите нет фу говорю слева справа вы видите айфо по которому я ехала да и сейчас вот вы видите я еду по платной дороге также и слева вы видите значит далеко слева айфо а здесь близко ко мне через стеночку это та платная дорога по которой можно ехать и нет никакого трафика люди не не любят платить за дорогу естественно да и если они никуда не торопятся то они будут конечно ехать по айфо но есть конечно у вас выбор если вам нужно срочно доехать если вам этот трафик мешает куда-то попасть боже мой какая прелесть эта платная дорога очень жалко конечно что она начинается не сразу от моего дома и заканчивается не там куда мне нужно но по крайней мере какой-то отрезок времени я могу поехать быстро и без всяких остановок ну вот поделилась с вами вот такой вот дорогой которой о которой даже мечтать мы не могли когда мы приехали в орландо вообще когда мы приехали сюда в орландо поехали мы вот в этот город которым я сейчас подъезжаю называется он алтаман спрингс да и мы вас жили первые первые полтора года наверное да мы жили в алтаман спрингс и он очень шикарный он очень изменился вообще все изменилось в орландо абсолютно даже дороги и мосты все переделано все по-другому он был намного тише этот город намного меньше было народу сейчас конечно очень много туристов очень много приезжих особенно приезжих очень много вы приезжает синих штатов синих демократических штатов очень много людей приезжают сюда к нам потому что им нравятся наши законы им нравится как защищает губернатор резидентов флориды но и нам это нравится одно даже то что мы даже не заметили ковида мы не заметили этих маски нас никто их не заставлял делать надевать то есть и все такое поэтому флорида да флорида это один из самых немногих штатов в которые надо просто ехать и жить если у вас есть вопрос куда ехать то флорида это один из самых-самых желаемых штатов во первых и по ценам и по погоде и по нашим законам да вообще по всему я обожаю флориду просто обожаю ну вот о чем я говорила посмотрите посмотрите справа насколько блин я быстрее еду быстрее еду чем та линия то есть не та линия а именно то айфо по которому я ехала посмотрите как какое счастье что построена вообще вот это экспресс-лайн на которой у нас есть возможность как говорится залететь и лететь расправив крылья это такое счастье это все это просто не знаю мне даже не передать насколько я счастлива теперь я везде успею я теперь у меня показывает вообще что я приеду в 540 сначала показывал в 520 потому что были пробки потом видимо когда я встала вот на эту линию уже мне показывать что я буду на месте в 540 то есть я за 20 минут раньше приеду чего меня не может не радовать потому что если я приеду допустим 6 часов я даже иру не смогу увидеть и куда мне садиться куда мне идти я не смогу даже понять возможно а возможно сразу все пойму я не знаю может мне нужен билет туда или что-то еще тоже не знаю поэтому ой еду смотрю направо и радуюсь вот подъезжаем посмотрите какая здесь красота деладжио называется место мы с винцентом здесь как-то гуляли очень симпатично это новая плаза в доктор доктор филлопс район просто офигенно сейчас мы здесь будем с вами парковаться я припарковалась вот здесь вот я въехала здесь припарковалась видите вот студия звоните если вы хотите научиться танцевать посмотрите какая красота посмотрите какая прелесть сейчас пойдем по лестнице просто хочу вам показать все вот эти здания прям похоже на европу знаете как будто как будто маленькая италия но не называется деладжио как беладжио да поэтому вот сюда тут ресторанчик и рассказала мимо ресторанчика идешь сейчас мы с вами все найдем знаете язык до киева доведет говорят да ну вот до киева конечно не обещаю но до студии дойдем видите тут 104 а студия у нас 210 поэтому нам нужно идти дальше а какая красота здесь prime steakhouse ресторан тут очень много шикарных ресторанов конечно цены тоже наверно шикарная я уверена мы с венцентом здесь кушали но очень давно мы здесь соленой тоже были по моему а мы здесь до были да мы с ней ходили в лондон хаус или не здесь алена может быть я наврала наверно может быть я наврала но мне кажется что мы у этого фонтана были может ну вот там где-то были и сюда подходили так 210 так еще бы мне где найти окей окей блин как же здесь круто ну и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 чья-то подпись подпись я так понял у нас какого-то чемпиона танцора надо же туфли какие мужские знака блока то есть а есть каблучок такой есть такой для разных видов танца это для латины а на вас какие-то фенки покажите какой каблучок то есть это тоже все на продажу или вот это люди приходят надевают или этого покупать я купить да ага хорошо короче покупать ирочка моя это куколка я тебя так давно не видела боже а меня тут так встретили так все объяснили приятно да димочка такой молодец вообще да 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 очень классно одесситы они такие да туфельки тоже смотрите ты чечетку может танцевать сегодня нет мы ничего не ожидаем и мы уже восхищаемся что ты здесь уже восхищаемся поэтому да у тебя не может быть уровень как у дмитрия явно посмотрите какие парни когда они танцоры какие у них фигуры даже с одной фигуры просто можно упасть в обморок какие-то я сэрин я мы с этими ребятами вот эти мужчины ехали в лифте он готовы кому я гуки ли он готов я я что-то не не знаю ну вот теперь говорит это наверное а ира и есть видите тоже среди какой красивый парень это вообще просто вот эти какой да все в него влюблены он посмотреть его за руку берется все и никакого отказа и пошли и пошли и пошли медленно медленно быстрее быстрее все и она уже расплылась а это муж о котором она даже забыла потому что такая элегантность такая красота играть по у нас уже при деле видите как они пока здесь не началось ничего они тут все безобразие вот у нас какие рычаги то что платье не надела надо платьишко выводить его может она переоденет потому что ее фигурка вся закрытого не такая красивая фигура у иру и не нужно вот тут еще посмотрите как здорово вы какой какой красивый высокий парень девочка у нас очень элегантная утонченная девочка и все это очень идет в принципе ну и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, как красиво, у нее такая красивая попа, у нее красивые ножки, вот, теперь совсем другое дело, совсем другое, вот так их обхитрила и я все убила. Молодец, очень хорошо, очень красиво, очень элегантно, красиво, да. Субтитры делал DimaTorzok Ирочке сейчас будет экзамен. Вот эта девушка, она будет экзамен принимать. В общем, музыку сейчас буду менять. Девушка эта, Варвара, она по-русски говорит, но вообще я думала американка. Сейчас Ирочку будут проверять. Оказывается, здесь не будет какой-то концерт, концерт будут устраивать вот преподаватели. А так, каждый занимается сам по себе. Вот сейчас буду Ирочкин экзамен снимать. Да, да, да. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА